Так, известного депутата, которого виделись с Диким Арманом, вызвали на допрос к КНБ. Вот так называется статья, новость от 10 февраля 2012 года. Депутат Хайрат Худайберген рассказал, что его вызвали на допрос по делу о январских беспорядках в Комитет национальной безопасности и Генеральную прокуратуру. Как рассказал депутат в социальных сетях, его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Наверное, скажу крылатыми, но перефразированные словами Жандарбека Бекшина. Наконец-то меня вызвали на допрос. Да, допрос по январским событиям в качестве свидетеля, отметил Худайберген. Сейчас депутат отдыхает в Объединенно-Арабских Эмиратах, куда планировал уехать еще в начале января. Однако, ввиду сложившиеся события, планы изменились. И вот здесь вот, значит, также видео. Давайте я включу видео, посмотрим. Вот он рядом стоит, этот Хайрат Кудайберген. Вот он, Дикий Арман, а это вот, значит, давайте дослушаем, что говорит. Сейчас, президент говорит, давайте будем разговаривать. Что ты скажешь? Шалкет, шалкет, больше не говорят. Это же не требование. Это лозунг облязыва, это облязыва специально делает. Он не говорит, дайте народу улучшение жизни, спешите кредиты, спешите утилиационный сбор. Он говорит? Нет, один лозунг. Шалкет, шалкет. Ну, понятно же, что толкет, шалкет, это же не улучшение народа. Сейчас нам, в первую очередь, надо везде реформы делать, которые нам нужны, в нашем Казахстане, в нашей земле, в нашей Родине. Да, он, реформы. Вот, из-за этого, который, оказывается, предлагает реформу, я тебе говорю, вчера даже он написал, я говорю, что мои пацаны сжигают газели, мазели. Зачем? Это потом, что он делает. Когда человек виновит, хочет свою вину на кого-то переизвестить. Вот почему он это так написал? Я лично за это не был в курсе. Я приехал, чтобы помидеть и набор сделать. ДВК-шные, я сейчас говорю, давай мирно соединився, какую-то реформу сделаем, предложим. Они что говорят? Горин-деар, арман-даманда. Потому что они не хотят, чтобы все остановились, они несли, как это. Да, я согласен, если он придет, придет, скажет, я с прибором. Он трус, он никогда сюда не поглядит. Он сам был, он уходильник на вросе. Это что ли оппозиция? Когда им удобно, оппозиция. Он на ворот глубокой башне на привол. Давайте, наверное, тогда, на самом деле сейчас. Давайте, сядем. Отваньте. Все, пацаны, давай. Ну, вот, вот, такое, значит, видео. Там я показывал, что рядом стоит, значит, Хайрат Кудайберген. И вот здесь он дальше пишет, что отдых мой начался 6 февраля, но накануне 5 февраля в обеденное время ко мне поступает звонок от КНБ, а седьмого уже от Генпрокуратуры с приглашением на допрос. Все очень корректно и вежливо сказал Худайберген. Между тем, корреспондент ЭКК связался с Хуайратом Худайбергеном, и он отметил, что не был удивлен приглашением на допрос. Даже ждал, что позовут раньше. Да, скорее всего, это из-за кадров с Арманом Джумагильдиевым, с которым мы были, и, скорее всего, из-за меня позвали. Можете в целом разобраться в ситуации, потому что я там был с самого начала и до конца. Видел, как все было. Пытался остановить мародера в беспорядке, сказал депутат. На вопрос о том, что он скажет в КНБ и Генпрокуратуре, если его спросят о диком Армане, Худайбергенов ответил следующее. Если в КНБ меня спросят, почему я был вместе с Арманом, я скажу правду. Мы увиделись случайно на площади. Когда мы с ним виделись, его цель была остановить толпу, не давать мародерствовать, подчеркнул депутат. Отметим, что в социальных сетях распространяется видео, на кадрах которых Хайрат Худайберген запечатлен вместе с задержанным преступным элементом по прозвищу Дикий Арман. Но это мы видео только что посмотрели с вами. И, к примеру, в сети попало видео, где скандально известный Арман Джумагильдиев, Дикий Арман, соратниками обсуждает план действий во время массовых беспорядков Алматы. Видео снято в одном из гостиниц Алматы. Помимо Дикого Армана и его неустановленных соратников, на видео можно заметить депутата городского Маслихата Алматы бизнесмена Хайрата Худайбергена. Кроме того, распространились кадры, как Дикий Арман и Хайрат Худайберген успокаивали толпу митингующих во время беспорядков на площади республики в Алматы. Известно, что Дикий Арман задержан, находится в изоляторе КНБ. Недавно стало известно, что его сообщников обвиняют в похищении людей. Также члены группировки Армана Джумагильдиевы жестоко избили полицейского в 12-й горбольнице и отобрали у него табельное оружие. Друзья, источник экспресс-к Тимур Ниталиев. Это его статья. Ну, что, друзья, скажу, что я скажу, друзья мои, что я думаю, что вследствие разберется во всех этих делах. Но также мое, например, личное мнение, почему, я думаю, накидывается на Хайрата Худайбергена. Потому что мы все знаем, помните, я сколько раз вас спросил, друзья, что давайте поддержим инициативу от Хайрата Худайбергена, где он выпустил, значит, петицию о том, чтобы закрыть у нас все эти, как, ну, грубо говоря, лохотроны, все лохотроны, которые у нас есть в Казахстане. То есть, всех их перетащить, значит, в горную зону. Горная зона у нас, я напомню вам, это сегодня Боровой и под Алматое это Копчега. Ну, а мое мнение, я всегда говорил, я бы хотел, чтобы и Боровой тоже полностью закрыть, все это закрыть, оставить пока Копчегай. А потом с ним уже видно будет. В общем, вот, пишите, друзья, что вы думаете об этом. Не попытка ли закрыть инициативу Хайрата Худайбергена, закрыть этих лохотронов. И мне почему-то даже эта мысль навивается. Как только он сделал петицию о закрытии лохотронов, видите, его тоже. Но, с другой стороны, конечно, КНБ, я понимаю, следователи, что раз видео зафиксирован, вот он стоит, Хайрат, вот он, Арман Дики. То есть, естественно, это возникнув сразу же вопрос у наших спецслужб, в частности, у КНБ. Естественно, и поэтому, ну, он так и говорит же, что его вызывает как свидетеля. Ну, я думаю, что все выяснится. Ну, а вы, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете об этом, что вы думаете об этом. Также продвигайте мое видео. И также буду благодарен, если вы, за поддержку моего канала, потому что вы все знаете, мой канал в основном держится на ваши пожертвования. В общем, с уважением. С вами был Яргали. И ассаламу алейкум, арахматуллахи ва баракатуху. С вами был Яргали.